Футбольные симуляторы Для новичков есть тренировочные сессии, где обучают всему, от основ до продвинутых техник. Помимо привычных настроек сложности, компьютер поначалу может корректировать точность ударов и передач. Кстати, не забудьте повысить сложность и выключить всю помощь, когда захочется хардкора. Привыкнув к одной игре, быстро адаптируешься и к другой. Раскладки одинаковы, кроме пары кнопок, которые настраиваются за минуту. В FIFA есть еще и отличная функция тренера, когда прямо по ходу матча вам дают подсказки, на что и когда нажимать. Кроме того, в FIFA намного проще выполнять финты, а в Pro Evolution Soccer приходится выбивать на геймпаде чуть ли не комбы из файтинга. Впрочем, в этом году обе игры стали заметно медленнее, а ставка сделана на командное взаимодействие. Поэтому куда проще добраться до штрафной соперника через передачи, чем прорываться в одиночку с помощью финтов. В Pro Evolution Soccer отличная физика мяча. Здорово наблюдать, как он отскакивает от разных частей тела, как прыгает или катится по газону, как теряется при дриблинге. В FIFA физика и анимация мяча намного беднее и не так похожи на то, что происходит на реальном поле. Нужно забивать и выходить вперед! В то же время, в Pro Evolution Soccer искусственный интеллект намного хуже играет в обороне. В японском симуляторе защитники часто пропускают мимо себя оппонента с мячом, частую проигрывают верховую борьбу, особенно в собственной штрафной, а порой даже бросают позиции. В FIFA обороны намного прочнее. Искусственный интеллект умеет предсказывать действия игрока, подбирает правильные позиции, с которых проще перехватывать пасы, отбирать мяч и прессинговать. Иногда компьютер все-таки ошибается, но в большинстве случаев его действия впечатляют. Надо заметить, защитник откровенно прозевал этот рывок, так что винить он сейчас может только себя. А вот что роднит игры, так это вратари. Они одинаково бессильны против ударов по углам ворот, даже если стоят возле штанги. В Pro Evolution Soccer к этому добавляется пассивность при выстрелах с дальних дистанций, а в FIFA — неумение отражать техничные удары. В прошлые годы авторы обеих серий по-разному пытались решить проблему вратарей, но так, похоже, и не решили. Перехват мяча, бить можно и забивать! Есть первый гол в этой игре! Хороший гол! Он, конечно, пойдет на пульку этой встречи! Разработчики FIFA в последние два года много внимания уделяют сюжетному режиму под названием «История». Сюжет рассказывает о вундеркинде Алексе Хантере, которому прочат карьеру нового Лионеля Месси. Про Эволюшн Сокер противопоставляет этому только дряхлый режим Мастер Лига, где игроку достается роль главного тренера клуба. За год режим получил обновленное меню, незначительно переделанные трансферы и тренировки. Сравниться с бюджетами и размахом EA Sports у Konami не было никаких шансов, так что в этой номинации у Про Эволюшн Сокер даже не было шансов на победу. То же самое отчасти происходит и с футбольными лицензиями. Здесь FIFA всегда была безоговорочным лидером. В последней версии есть более 35 официальных первенств – мужские и женские сборные, сотни клубов с реальными эмблемами и формами, а также 52 стадиона из 12 стран. С некоторыми звездами футбола авторы игры сотрудничали напрямую. Например, Криштиану Роналду участвовал в записи движений для игры, поэтому его виртуальная копия движется слегка иначе, чем остальные футболисты. Про Эволюшн Сокер в очередной раз достаются крошке с чужого стола. В этом году японцам удалось лицензировать клубы из первых двух дивизионов чемпионата Франции, а также высшие голландские и бразильские лиги. Зато партнером Канами вновь выступила Барселона. Помимо реальной формы и эмблемы, ее игроки украшают обложку, а арена Камп Ноу доступна только в Про Эволюшн Сокере. Несмотря на это, ситуация с лицензиями в японской игре все равно остается плохой. Здесь всего 19 лицензированных стадионов, а в сборной России играют люди с фамилиями Шолохов, Терешкова, Бондарчук и Тургенев. Зато Канами владеет эксклюзивными правами на Лигу Чемпионов, Лигу Европы и Лигу Чемпионов АФК. Эмблемы, фирменные цвета и гимны турниров закреплены именно за Про Эволюшн Сокером. А вот в FIFA есть лишь безымянные турниры и кубки, отдаленно напоминающие реальные прототипы. С 2008 года главным мультиплеерным режимом в FIFA стал Ultimate Team. Игроки в нем собирают команду мечты из лучших футболистов настоящего и прошлого, покупая их за реальные или виртуальные деньги. Ultimate Team популярен настолько, что приносит прибыли не меньше, чем сама игра. В этом году легендарные футболисты вроде Диего Марадона или Льва Яшина наконец-то доступны не только на Иксбоксе, но и на остальных платформах. Причем каждый футболист сделан в нескольких версиях, отражающих разные этапы его карьеры. Остальные изменения мелкие, вроде большего количества одиночных заданий и увеличенные награды за ежедневные миссии. У Pro Evolution Soccer есть похожий режим под названием My Club. Суть та же, только на аукционах чаще приобретают скаутов, за которыми закреплены игроки. Также разработчики вернули онлайновые дивизионы, добавили кооператив по три человека в каждой команде и сетевые комнаты. Сравняться с Ultimate Team пока мешает нестабильное сетевое соединение. В этом плане сетевой режим FIFA работает почти как часы. Несмотря на то, что FIFA давно раздавила Pro Evolution Soccer по продажам, выбрать победителя все равно пока не так просто. FIFA хороша огромной базой лицензий, мощным мультиплеером и интересным искусственным интеллектом. В активе Pro Evolution Soccer отличная физика мяча, что очень важно для футбольного симулятора. Идеально, конечно, было бы увидеть все это в какой-нибудь одной игре, но пока приходится выбирать, что важнее лично вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова